Хорошее начало не мелочь, хоть начинается и с мелочи. Приеда Даша. Сегодня я снимаю такое анкетное видео, как я это называю, потому что мне нравится слово, которым называют это все. И я так понимаю, что это был звук бумаги, как и это. На канале About To Read, это канал Виной, Вина, Повод, Основатель. Тот, кто первый снял видео, я так понимаю, называется «Проблема типичного читателя». У вас есть 20 тысяч книг в хотелках, не дай Бог. Как вы решите, что читать дальше? Исключительно по настроению. Я совершенно не могу и не умею читать по козявке, по том, что это вот так надо. Поэтому я никогда не участвую в «Лашмобах» на «Лайфлибе», в играх. Это не для меня. Вы прочли уже половину книги, но вам не нравится. Вы бросите читать или продолжите? Зависит от того, в каком она виде. Если она натуральная, бумажная, то я её закончила, чтобы это не стало. Я не знаю, какой должна быть плохой книгой, чтобы я её не дочитала в бумажном варианте. Если книга электронная, я брошу. Это не потому, что я жадная, всё-таки жалко, что книга куплена, да, и не прочитать. А просто в бумажной есть какая-то дополнительная душа, вот этот элемент, листание, он носит какой-то медитативный характер. Поэтому бумажную я дочитаю, этого нет. Приближается конец года, но вы не успеваете прочитать столько, сколько запланировали. Вы попробуете догнать или как? Я никогда не стремлюсь читать определённое количество книг. Хоть я на блоге иду счёт в прочитанном, но это только любопытство ради, сколько я читаю. Я не стремлюсь количеством. И поэтому ответы на этот вопрос просто нет. Мне не важно, сколько я за год прочитаю. Это, в конце концов, не соревнования, а любовь к чтению. Обложки книг из одной серии не совпадают. Как вы к этому отнесётесь? Знаете, существует поговорка. По обложке книгу не сойдет. Я отношусь к этой поговорке и буквально тут тоже. Мне всё равно. Все любят книгу, которая вам не нравится. С кем вы поделитесь своими ощущениями? Я видео сниму. Вы читаете сентиментальную книгу и вот-вот расплачетесь публично. Что вы сделаете? Мне не раз доводилось читать в публичных местах книги. Мне хотелось прослезиться. В таких случаях я отрывалась от книги. Начинала часто моргать, чтобы смахнуть выступающие слёзы и слезинки. Потом, когда успокаивалась, начинала читать дальше. Если опять у меня что-то начиналось, я повторяла процедуру. Вот так. Вышло продолжение книги, но вы уже забыли, что происходило в первой части. Будете ли вы её перечитывать? Да я обычно не забываю сюжеты. Скорее нет. Скорее я читаю продолжение. А спустя время, когда у меня будет настроение, я начну с первой части, прочитая обе. Вот так. Я понятного делась? Вы никому не хотите давать читать свои книги. Как вы вежливо откажете? Такого нет. Был один случай, когда я дала читать книгу, её заляпали, и я потом откровенно в глаза человеку сказала, что больше книг ты у меня не проси. Ну, я вежливо сказала, без наезда. Вроде бы. Я умею убивать глазами. Так что, возможно, я чуть-чуть ранила человека взглядом. В прошлом месяце вы начали читать пять книг и ни одну не закончили. Как вы поступите в такой ситуации? Если я взялась читать книгу, я её и закончу, если только она не тратительна. Поэтому таких ситуаций у меня в жизни не было никогда. Очень много выходит новых книг, и хочется прочитать их все. Как поступить? Быть последовательной. Начала одну, читаешь, считаешь, закончила. Начала другую, читаешь, считаешь, закончила. После того, как вы купили новые книги, как долго они стоят на полке, и прежде чем вы начнёте читать их? Как правило, я начинаю их читать сразу же. Если, допустим, пришла посылка, да, несколько книг. Когда пришла посылка, у меня в чтении книга находится ещё, незаконченная. Я либо её бросаю и начинаю читать новые, и возвращаюсь в брошенную, только когда я их прочту. Либо, что, собственно, чаще всего в основном и бывает, я заканчиваю всё-таки уже начатую книгу, и только потом берусь за новые. Вот. Такие у меня ответы были. Спасибо за внимание и до скорых книг.